Скрытые патрули на дорогах города, объект слежки, общественный транспорт. В этом году водители автобусов и троллейбусов слишком часто стали провоцировать ДТП. Статистика аварий и пострадавших возросла в два раза. Намного больше стало столкновений. Девять в этом году против одной в прошлом. 37 пострадавших пассажиров против 15 в прошлом году. Что заставляет водителей общественного транспорта нарушать правила, пыталась выяснить Ольга Шмырина. В 10 утра скрытый патруль наблюдения за общественным транспортом выходит на линию. Слежка за автобусами в периметре через сайт ЦДС. Ближайшему пазику садимся на хвост. Смысл такой вот слежки выявить нарушения, которые водители автобусов и троллейбусов ежедневно совершают на линии. В этих рейдах главное как можно дольше оставаться незамеченным. Поэтому у инспектора сегодня не служебное, а личное авто и обязательный инструктаж для съемочной группы. Просто когда мы будем периодически его обгонять, да? То есть сильно просто в этот момент камерой не сидите. Тогда как слежка не стоять. Вот так и приходится рывок сидеть. К скрытому патрулированию инспекторы ГИБДД прибегают несколько раз в неделю. Количество подобных рейдов увеличили из-за статистики. В этом году по вине водителей общественного транспорта произошло 24 ДТП. Это в два раза больше, чем годом ранее. Один пассажир погиб, еще 14 человек получили травмы. Пассажиры даже не поняли, как все произошло. Они спали. В апреле на советском тракте это смертельное ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса. На летней резине его занесло и вынесло на встречную полосу. На днях виновного осудили на два года лишения свободы. Условно. Я считаю, что у нас слишком мягкие наказания по таким преступлениям. Потому что на дорогах просто идет война. И водители нарушают очень грубо правила. А это уже реакция родственников погибшей под колесами автобуса на Лепсе на решение судьи. Водителю Николаю Попову назначили два года колонии поселения. Скорость не превышал, но ехал по встречной полосе и совершал обгон на пешеходном переходе. После этой трагедии Попова тут же уволили с работы. Санкции работодателя, отмечают инспекторы, порой самый весомый сдерживающий фактор для водителей общественного транспорта. В остальном сплошная погоня за пассажирами. Вот и водитель 70-го пазика торопится повернуть пораньше, налево и справа в ряда и без поворотника. Сегодня обошлось штрафом в 500 рублей. Впрочем, как позже признался сам водитель Денис, ловить и штрафовать нарушителей на этом перекрестке можно хоть круглосуточно. Светофор горит. Довольно мало времени здесь. Для поворота как бы. Поток просто уйти не успел, а от весь. У нас график, да. Особенно спешать за графиком водителя общественного транспорта утром и вечером. В часы пик число нарушений возрастает в разы. И именно в это время инспекторами было решено увеличить число скрытых патрулей. Чтобы водитель знал, что сотрудники ГИБДД видят его не только в тот момент, когда они стоят на дороге открыто, да. И в любой момент, значит, за ним может вестись наблюдение. Вести свое наблюдение инспекторы предлагают и жителям города. Разговоры водителя по телефону, открытые во время движения передние двери автобуса и другие нарушения правил дорожного движения, должны быть зафиксированы и переданы в управление ГИБДД. При этом инспекторы напоминают жителям города, что просто зафиксировать на фото или видео момент нарушения водителям общественного транспорта правил дорожного движения недостаточно для его привлечения. В письме необходимо обязательно указать дату, когда все произошло, место и номер транспортного средства. Если, выходя из автобуса или троллейбуса, зафиксировать цифры вы не успели, просто сфотографируйте номер билетика и прикрепите к письму в ГИБДД. Тогда уйти от ответственности водителю общественного транспорта будет практически невозможно. Ольга Шмырина, Антон Мамаев, информационный канал, город.